Первая точка – шестикилометровый отрезок подъездной дороги к Ульяновску от трассы М5. Участок входит в состав международного маршрута Европа-Западный Китай. По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» здесь уложено трёхслойное дорожное полотно. А сами работы ведутся с учётом поставленных задач – в три с половиной раза снизить смертность на дорогах. В данном объекте предусмотрено два пешеходных перехода, обустроенных светофорными объектами. Замена трёх водопропускных труб и строительство разворотной петли. Мы как раз сейчас с вами здесь находимся, что позволит решить два очень важных вопроса. Это левые повороты по проезжей части. Мы их закроем с учётом строительства разворотной петли, что позволит улучшить безопасность дорожного движения. Трасса будет полностью готова к 2022 году. А вот городские дорожные артерии станут доступны уже в этом. Ремонт на улице Автозаводской близок к финишу. Ямы у Хабы перекрыл новый асфальт. В планах установить освещение, обновить дорожные знаки и пешеходные переходы. Наряду с этой улицей по федеральной программе с 2019 года удалось отремонтировать 270 километров дорог областного центра. В этом году в городе Ульяновске будет отремонтировано 47 улиц общей протяжённостью 41 километра. Это практически вдвое больше, нежели мы ремонтировали в предыдущие годы. И вот такое внимание со стороны Министерства транспорта Российской Федерации, со стороны правительства региона, оно очень-очень дорогого стоит. Без внимания не осталась и центральная улица города. По примеру, столичных дорог на Ленина установят остановки венского типа. Посадочная платформа будет совпадать с полом трамвая. Осматривая городские дороги, руководитель Росавтодора Роман Новиков отметил, что дорожная стратегия Ульяновской области помогает не только достигать показателей национального проекта, но и обеспечивает транспортный комфорт. Оценка положительная. Я хочу сказать, что в этом очень большой вклад региональной проектной команды о продумывании тех объектов, которые необходимо реализовывать. И такой подход позволяет спокойно федеральному центру софинансировать эти дорожные работы. Сегодня этот объем уже составляет 2,5 миллиарда рублей. На прошлой неделе была открыта одна из главных городских артерий – Левобережная развязка на Президентском мосту. Положительный опыт помог заручиться федеральной поддержкой. Вице-премьер страны Марат Хуснулин заявил о дальнейшем сотрудничестве при строительстве новых магистральных дорог. Нам необходима дорога до Демитавагада, Ульяновский. Демитавагад – это два крупнейших города Ульяновской области. Очень большой трафик между ними. Порядка 15 тысяч автомобилей проходит ежедневно. И в то же время дорога, которая сейчас, она федеральная, но она не отвечает требованиям времени. Очень много аварий, там очень много людей гибнет. Нам необходима хорошая четвертполосная дорога. Работы по этому вопросу уже ведутся. Кроме того, на совещании в зале правительства было принято решение о строительстве нового моста через Свиягу в районе улиц Шевченко и Облуково, а также реконструкцию уже действующего мостового перехода. На это дополнительно выделят 450 миллионов рублей.